Сегодня прошла новость, не связанная никак с теракторами о том, что западные инвесторы разочаровались в России. Ну еще бы. Она никак не была связана, она проходила по инфорканалам. Но все связано. Если в центре Москвы под Лубянкой взрывают бомбу террористы, то какое доверие? И к власти, и к спецслужбам. В принципе, известно, что теракт в любой стране... В Испании, когда произошли взрывы 11 марта, поменялось правительство. В Англии, когда произошли взрывы в транспорте, фактически уже после этого поменяли мэра. Будут ли назначены у нас виновные, которые... Будут ли у нас назначены какие-то виновные, из-за которых политика власти может коренным образом измениться? И если измениться, то в какой что? Ну, президент Медведев демонстрирует, что он расстается с людьми безболезненно, в отличие от Путина, который не наказал вообще ни на кого, ни за бесла, ни суда, никто не ответил, ни погонами. Мало того, что он наградил всех. Да, никто не ответил ни погонами, ни карьерой. Это же Медведев расстается с людьми достаточно спокойно, мы посмотрим. Я согласен, я согласен. Я хочу подвержать Володю вот в чем. Что нам говорит теория? Комплексная теория борьбы с терроризмом и отечественным опытом. Берия был палач из палачей. И загубить народ, за одну ночь загрузив его в вагоны и отправив в Казахстан, для него было не проблема. Но когда после войны обозначились две очень четкие области, где партизанско-террористическими методами местного населения стало бороться по советской власти, это Прибалтика и Западная Украина, он же не погнал туда систему западного огня Катюша и штурмовики Ил-2, при том, что наша армия была самой мощной армией мира. Могли стереть в порошок. Могли стереть в порошок, совершенно верно. Ему хватило ума использовать агентурную работу в борьбе с бандеровцами и так далее. Почему он эти народы ничего понимал? Потому что надо потом включать в систему советской власти, их потом надо убеждать, что все-таки давайте жить мирно, развивать ваше будущее на основе нашей системы, которую мы вам предлагаем и так далее. Даже этот палач не применил такие методы. История борьбы с терроризмом или с партизанским движением в Прибалтике и на Западной Украине очень хорошо известна и описана. Вы знаете, там есть блестящие совершенно операции, проведенные нашим. Да, стояло две дивизии НКВД. Всего-то навсего. Это на все две области. Пара отдельных батальонов. Но при этом, при всем несопоставимом с тем количеством войск, которые сейчас населены в Кавказе. Не начинали они эту войну. А мы начали в Чечне. Володь совершенно правильно сказал. Мы погнали туда самолеты, погнали туда танки, развернули самое настоящее боевое действие. Разрушили город. Да, процветающий. В центре совершенно, так сказать, самые настоящие боевые действия. И теперь оказались в таком положении заложники сами у себя. Мы заложники и тех шагов неверных, которые были предприняты еще тогда. То есть неверный человек. К сожалению, да. И сейчас, если уж есть такое наблюдение, мы все узнаем, пожалуйста. Время все-таки лечит немножко. Это наблюдается и в ситуации переговоров северо-ирландских террористов с английским правительством. Это наблюдается в гораздо более спокойном, так сказать, градусе, на который спустились переговоры баскетских террористов с испанским центральным правительством. Даже Израиль. То есть потихоньку все-таки выдыхается, когда люди десятилетиями живут в условиях войны и видят, что выхода-то нет, терроризм не помогает. В апкетировах это оружие слабого. Когда слабый не может ответить сильному, да, в лоб в лоб, он выбирает вот такой вот метод. Но проходит год, второй, десять, пятнадцать, двадцать лет и мест населения бешен. Значит, начинает среди людей возникать идея о том, что давайте попробуем в другие способы. Может быть договоримся все-таки. И таких людей потихоньку становится все больше и больше. Поэтому есть надежда. Есть надежда на переговорный процесс на Северном Кавказе и о том, что все-таки те моря крови, натурально моря, десятки тысяч людей погибших на Северном Кавказе, все-таки не доживут до наших внуков, их волны не доживут до наших внуков. Есть такая возможность, мировой опыт, но то, что даже Берия такого не сделала, это, я вам скажу, очень большой урок нашим политикам. Даже не спецслужбистам, ведь не спецслужбисты принимали начало о войне. Это политики. Хорошо, кто у нас другой субъект переговоров, на который я иду? Можно я отвечу, давайте начнем хотя бы с того, что только по одной Чечне, сейчас боюсь ошибиться, около двух тысяч бесследно пропавших людей. Вот вам одна из сторон. Начните расследование, раскопайте ямы, где они свалены, восстановите картину. Убийцы живы. Для исламского мира очень важно захоронить их. Да, убийцы живы, живы свидетели. То есть, то, что Евкуров первое, когда его назначили, то, что он сделал, он собрал полный зал, так называемая оппозиция, какая-то оппозиция. Да, это люди, которых убивали родственников. Евлоева расстреляли, милиционер расстрелял, прямо в машине сняв. Какие-то оппозиционеры. Получил условно. Да. Так, вот первое, вы начните работать с людьми, которые пострадали. Вы начните расследование, вы начните наказывать. У нас только Буданов один. А сколько таких Буданов должно быть? И вот должно быть две-три тысячи таких Будановых, чтобы общество на Северном Кавказе хоть как-то повернулось в доверие. Дальше. Есть политические фигуры, начните разговор с ними. Есть религиозные фигуры, начните разговор с ними. Раскалите их. Вот то, о чем Валера говорит. Это же есть методики. Я думаю, что в данном случае наиболее эффективная мера показать народу, именно народу. Потому что, собственно говоря, шахиды, они из народа. Конечно. Они не из главарей формирования. И покажите народу, что вы готовы находить убийц. В Дагестане в 90-е годы... Создавать рабочие места, улучшать условия жизни. В Дагестане в 90-е годы гораздо была спокойнее ситуация, потому что была система коллегиального руководства. Был госсовет, куда входили все основные народы Дагестана. И они держали баланс. Я так понимаю, что ее собираются восстанавливать. Так обожглись. Теперь-то ситуация гораздо хуже в Дагестане. Довели уже до крайности, когда милиционеры – это мишень. Это мишень. А зачем Путин разрушал? Зачем он навязывал Дагестану эту вертикаль единоличную? Вот мы получили? Павлович, вот обратите внимание, как часто нам в качестве примера, такого положительного, правильного примера приводят Израиль. Вот, мол, как надо. С террористами обращаются и так далее. Но никто при этом никогда по центральному телевидению не поясняет людям, что это идет война одного государства с другим. Они воюют, израильтяне, как солдаты с противником по ту сторону границы. Понятно. Они их не воспринимают как своих граждан. Конечно. Но как только мы берем примеры войны с терроризмом внутри собственной страны, тогда со своими гражданами и так далее, мгновенная ситуация меняется на 180 градусов. У тех же израильтян, кстати. Там же большое рабское население. Здесь сразу и адвокат, тут сразу вступает вести конституции, и как только американцы объясняют, что в этих терактах какой-то ливанец, который там участвовал, вдруг оказался с американским гражданцем, его мгновенно изымают из следственного процесса, ему отдельного адвоката и так далее, понимаете. Со своими гражданами по-другому поступают. Это не противники с другой стороны. А мы-то ведем войну внутри собственного государства. Мы ведем войну, как будто бы это чужой народ. Да. Мы с Израилем не можем быть... Нас нельзя сравнивать с Израилем, понимаете. Абсолютно нельзя сравнивать с Израилем. Вот какая штука. Израиль воюет. Аль-Каида? Понятно, кто. Хизбалла? Ливан. Пожалуйста. За границей, за рекой Иордан. Кто? Палестинцы. Палестинская автономия и так далее. Это чужие люди, понимаете. У них свои законы, а у нас свои. Два государства. Да, мы спецслужбы, мы воюем против них. Но никогда против своих граждан, внутри собственной страны, так и не воюем. Там треть арабов, по-моему, в Израиле. Треть арабов. В этом плане как раз наиболее характерный пример Испания и Франция с сепаратистами. Потому что там все-таки они не относятся к ним, как к чужим гражданам. Больше того, я всегда говорю нашим, люди не знают элементарных вещей. Партия басков, которая выступает за отделение страны басков из Испании, имеет депутатов в Мадриде, в Испанском парламенте. Они участвуют в выборах. Их силы, Володя, надо отметить, что это произошло относительно недавно. И тем не менее это произошло. То есть люди, которые в программе партии выступают за выход страны басков из Испании, допускаются до выборов, заседают в парламенте. Я сам их видел. Ну, к сожалению, вы поймите, Володь, это Европа, в которой гораздо менее ниже градусов противостояния. Ну, Валера, при Франко их так же гнобили, как и у нас. Володь, расстреляй сейчас 30 тысяч басков, а? Как это мы в Чечне устроили. Да, конечно, я согласен. Что произойдет? Конечно. Представить страшно. Все, разнесу в страну. Все, разнесу в страну.